так привет дружище наконец-то наконец-то я раздуплился давай я возьму даже немножко себя сделаю побольше да я знаю что тут будет мало просмотров я ни в коем случае не ною но тем не менее я заметил что я начал прекрастинировать и вот уже наступилось следующее обновление до сих пор еще не снял видос про механоида альфа не снял видос про как его этого колдуна да то есть я не знаю надо ли еще про них снимать видосы или нет ну наверное снимем формате рубрики плевать на просмотры вот в таком формате сниму обзоры никому не нужно но тем не менее почему бы почему бы не да знаете супер информативные обзоры в которых я расскажу что это говно герои вот мы же все это любим высаживайся поудобнее дружище не забывай про пельмени хотя сейчас середина дня наверное может и шинку какую приготовить дает там кофейка себе налей мы сегодня поговорим по поводу обновления которое вышло наконец-таки на русский сервер хотя почему наконец-таки вот единственное за что можно отдать должное разработчикам да то что не приходится ждать там по пол недели когда выйдет обнова на русский сервер то есть сейчас мы четко понимаем если сегодня выходит обновление на тайваньский сервер то уже завтра мы его увидим на русском сервере и это несомненно плюс за это конечно спасибо разработчикам в принципе я уже наверное вчера отбомбился по сути во всех видосах что выпускала был жестким бомбеж сейчас я постараюсь сдержаться и как-то более-менее адекватно выразить свое мнение ну вот хотя конечно обнова не лишена недостатков так что ставь свой княжеский лайк и погнали что у нас добавили ну дали как обычного по 500 самоцветов дали за обновление ребята новый герой мисс магия навык картонный фокус описание навыка окей мисс магия да каждый раз в этом пытаемся как-то новых героев назвать когда выходят обновления вот ну в конечном итоге они на русском сервере называются по-другому так ну как бы адаптация идет да там под рынок все дела мисс магия я уже забыл если честно кто из них кто из них платный кто из них бесплатно давайте дайте так я специально не буду смотреть я прочитаю их умение и попробую предположить кто будет за бабу леса кто нет как обычно не знаю но скоро уже будут книжки выпускать ради того чтобы описать умение героя выглядит они конечно достаточно неплохо хотя уже знаешь эти герои настолько часто и настолько их много выпускают что уже не интересно как раньше обозревать там как они выглядят и ля-ля-ля мы же раньше тому там какой-то степик выйдет о какой красивый герой сейчас уже как бы выглядит и хорошо что он выглядит а выбрасывает карты которые на но и это наверное красиво будет выбрасывает карты которые наносит 1130 урона от атаки всем вражеским целям впереди уменьшает скорость атаки восстановление энергии уклонение этих целей скорость атаки восстановление и энергии и уклонение тех целин Слушай, ну это хороший дебаф. На 96%. В течении 5 секунд. Кулдаун 7 секунд. Увеличивает скорость атаки, восстановление энергии и уклонение всех союзных героев на... Скорость атаки, восстановление энергии и уклонение. На 5 секунд восстанавливает их здоровье в размере 1000 от атаки. Слушайте, ну это вообще, смотри, дебафер, бафер, хилер. Это, наверное, забаболез герой. Этот герой... Я не думаю, что это, типа, такая самостоятельная единица, но как саппорт, да, герой, который будет помогать всей вашей команде, мне кажется, это будет, наверное, крутой герой. Этот герой, ну, типа, у противников уклонение уменьшать, у своих героев повышать. Да, я уже молчу про скорость атаки и так далее. И про хил, что самое главное. Этот герой обладает иммунитетом к молчанию, состоянию бедствия. Базовая атака мисс магия с шансом 50%, снимает 50 энергии с ее цели. И... И 50 энергии с ее целью вражеских целей вблизи. А, ну еще там, наверное, по юнитам будет бить. Ну, слушайте, это звучит достаточно круто. Вот, она мне нравится, хотелось бы поиграть. Ну, судя по всему, она будет забаболез. А, потом посмотрю. Дальше. Наносит урон в размере... Так, это у нас следующий фанатик. Ну, прикольно. Ну, у него, правда, потом скин идет, что он там снова вылизанный рыцарь. Вот так он выглядит намного веселее. Наносит урон в размере 1045% от атаки всем вражеским целям. Поблизости увеличивает скорость атаки этого героя на 205%. И крит шанс... Увеличивает скорость атаки этого героя и крит шанс на 64% в течение 10 секунд. Эти бафы нельзя убрать. Герой также каждую секунду восстанавливает 13% его здоровья в течение 10 секунд. Кулдаун 14 секунд. Вот этот герой отражает 50% входящего урона и обладает иммунитетом к оглушению, замораживанию, окаменению и обездвиживанию. Ну, к молчанке не обладает, да? Его базовая атака наносит чистый урон в размере 120% от атаки по своей цели и целям рядом с ней. Ну, короче. Мне кажется, что он бесплатный, а она платная. А? Как вам такое? А, нет, цари, ее можно за самоцветы выбить. А он из официальных событий. Ну, что-то, конечно, да, я стал деградировать, уже не понимать тех вещей, которые происходят в игре. Ну, буду стараться ее выбить. Потому что, ну, не знаю, мне описание понравилось. Это не супер, там, имбовый самостоятельный герой, но те бафы, дебафы, которые она будет давать, по идее, если будет работать все, как написано, то это будет, конечно, круто. Так, новый талант Чаша Вампира. Ну, разработчики, как обычно, они же знают, чего мы больше всего ждем, да? Да, талантов, мы же, блядь, без них жить не можем, ёптаю. Мы же спим ночью, короче, и нам таланты с питомцами новыми снятся. А когда просыпаемся, мы на наши сны начинаем, короче, дрочить. Вот. Ну, новые таланты же. Спасибо, ай-джи-джи. Так, я обещал не бомбить. Увеличивает атаку на 110%, и скорость атаки на 55%. Останавливает здоровье, равное 100% атаки, когда герой наносит успешную базовую атаку. Если честно, не знаю, как оценивать, но, конечно, круто, да, и увеличивает атаку, и вот это вот все, но... Ну, как бы, оно же и блокироваться, наверное, чем-то будет. Ну, поживем, увидим, да? Сейчас этих талантов, как говна, уже трудно сказать, что лучше, что хуже. Так, дальше. Что у нас? Новый талант, новые чары, призрачная хватка. Описание дает х процентов здоровья во время боя, когда атаку он снижает энергию на х процентов у героя противника, находящегося поблизости, а также уменьшает их атаку, ну, какой-то такой атаку на х процентов в течение х секунд. Ну, какой-то такой дебаферский, да, дебаферская чара. Ну, что-то такого сверхъестественного я не вижу, конечно. Может быть, стоит там потестить защите, чтобы, типа, подколоть Минотавра, но... Как бы, я не знаю, друзья, да, то есть это надо уже смотреть по факту, как оно будет работать. Я думаю, там топы будут по-любому тестить, они же всегда в поисках идеальной защиты, тем более против Миноса. Но я вам скажу, что, блин, с Миносом что-то мне сейчас трудно ходить. Новые облики героев Гейша и галантный рыцарь для фанатика. Ну, облики, облики, ну, облики мы уже видели, да, облики. А, темный колдун. Вот, смотрите, темный колдун у нас тут, типа... О, посмотрите, какой я красивый. И вот сейчас, посмотрите, на галантного рыцаря тоже, блин, та же, та же, та же херобора. Этих в обликах уже тут запутаться, можно с ума сойти. Так, где ты? А, о, ну, кстати, вот у мисс магии... Короче, мне хочется мисс магии, мне хочется, короче... На неё облик, она прикольная. И вот, посмотрите, смотрите, какой я вроде брутальный, но при этом я ещё такой красивый. Пиздец, облик, ну, фу. Фу, 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 нафиг. Так, окей, не хочется материться. Идём дальше. Изменены некоторые функции Нарсиеры войны. Вот, типа, вот, моё официальное обращение к официальному сообществу игры Битва замков. Изменены некоторые функции в Нарсиеры войны. Вы, блядь, расскажите, какие функции изменены? Вы там нахера сидите вообще? Типа, о чём? Мы должны, игроки, сидеть и говорить, о, какие же функции изменены? А, какие функции не изменены? Ну, то, что я знаю точно, это то, что изменили вид, скажем так, изменён вид этих посёлков, да, в Нарси. Вот эта вот вся тема. И плюс, теперь смотрите, каждый сезон длится 7 дней. То есть, ну, услышали мольбы игроков. И сократили сезон. То есть, будет борьба эти 7 дней. Ну, наверное, это лучше. Потому что очень много времени отнимается. Идём дальше. Я из-за этой Нарси столько видосов не записал, а столько денег не заработал. Там сейчас за видосы такая цена, что до свидания там, какой заработать. Так, дальше. Изменения. А вот, кстати, новые облики героев я пропустил. Нарсиеры войны, добавлен интерфейс информации гильдии. Вот это интересная штука. Ну, когда уже Нарсия начнётся, тогда мы увидим. Нарсиеры войны, добавлены боевые таланты. Тут, конечно, вопросы, что за боевые таланты и с чем их надо будет есть. Что-то я не понимаю прикола. Надеюсь, это не способ у разработчиков это всё дело монетизировать. Добавлены этапы древнего испытания. 12 этапов. Вот тут мне уже интересно посмотреть. Я уже... А, я вот в прошлом обзоре ошибся. Там я 15 сказал, их 12 добавили. Но не суть. Главная вещь, которая меня интересует. Какие награды будут за дополнительные этапы в Нарси? Конечно же, нам интересно будет пройти какую-либо там Нарсию. Да, фото... Не Нарсию, блин. Древние испытания. Вот. Будет интересно всё это дело пройти. Но, как бы, награды всё-таки должны быть, ну, хоть чуть-чуть адекватными. Я даже не прошу их крутыми. Вот древние испытания, Саре. Я не могу посарить, да, награды? А, ну-ка, подожди. Завершите этап, чтобы получить их завтра. Даёт камень смотрителя. А, и причём ты, Саре, ты тут не знаешь, какой камень смотрителя он даёт, да? Награда за завершение первого этапа. Чтобы получить их завтра. Чё это? Чтобы это ежедневно получать, да? Я так понимаю. А, я не могу назад откатиться. Ну, походу... Ну, вот это вот за прохождение. А вот это вот ежедневное. И то есть будет рандомно какие-то камни даваться, я так понимаю, да? Ну, это долбоебизм. Ну, типа, ребята, IGG, ну вы тупые дауны, я не знаю. Ну, чё ещё я могу сказать? Я пытался не бомбить, но это же долбоебизм полный. Ну, типа, камон, во-первых, какие 9 тысяч значков подсчёта, это раз. А, во-вторых, какие камни, это два. Потому что те люди, которые дошли до 45-го, скажем так, древнего испытания, у них давно уже смотрители все прокачаны. Ну, то есть, а если даже смотрители не прокачаны, ну а в чём прикол? Жаль, дальше я не могу посмотреть награды. Может, есть топ? О, тут уже до 54-го дошли. Ну, опять же, тут тоже награды не показываются. Ну, то есть, какой смысл выдавать эти грёбаные камни? Для чего? У меня смотрители уже прокачаны на максимум. Нет, я ещё понимаю, если они в будущем там, может быть, увеличат прокачку смотрителей, но это тоже как это отразится на геймплее. Конечно, тут большие вопросы. Я буду пытаться это всё делать? Проходи, ну, посмотрите, у меня по 16 тысяч, по 17, по 15, да, то есть. Не знаю, не знаю, как это будет выглядеть. Но если они так сделали, тут одно из двух. Или они полные долбоёбы, вот, и как бы добавили туда награды, абсолютно ненужные тем игрокам, которые смогут дойти до этого уровня. Или они добавили эти награды, потому что в скором времени они увеличат уровень прокачки смотрителей. Ну, наверное, они тоже долбоёбы, потому что, как бы, и так у нас игра страдает из-за геймплейных промахов, и поднятие уровня смотрителей, это, наверное, не самая лучшая идея. Ну, посмотрим, как будет дальше, но пока что я с таким негативом, как вы понимаете, к этому отношусь. Изменения, изменены некоторые функции Нарси от Эры Войны, я читал. Изменены требования силы для игры в линии обороны. У нас линия обороны открылась, да, и, конечно же, награды не изменились. Так, ну да. Ну, ну, ну да, ну, типа, как бы дебилы. Ну, просто, блядь, деграданты. У нас линия обороны открывается раз в месяц. Думаю, ну и в самой линии обороны тоже ничего не изменилось. Очень просто фармилка тупая, и всё. Так, дальше. Вот, опять же, ребята, ВКонтакте, там, разработчики, ёпта, вы зачем там сидите? Вы, блядь, напишите точные изменения, обновления. Изменены требования силы для игры в линии обороны. А какие это требования, мать вашу? Ну, вы хоть напишите там что-то, а? Подробней. Ну, пипец. Почему, почему должны, вот, почему клуб игроков Кэстл Клэш должен копаться, всю информацию давать? Почему ютуберы должны этим заниматься? Блядь, почему вы не можете привести нормальную информацию, подробную, касаемо обновления? Это же раз в месяц происходит. Изменены награды на атаки фартов и битвы гильдий. Так, тут пока непонятно. Вот, сегодня на стриме, там, увидим, какие награды. Во-первых, в рейтинге по стиле до начала будут, так, атакуются членов. Награда. После события награда, награда. Так, количество славы, которое получает каждый игрок. Подожди. После события награда начисляется в зависимости от набранных очков. Награду входит слава, значки почета. Что за резервы? Что-то я не понял. Также возможны бонусы в зависимости от количества очков гильдии. Что за бонусы? Количество славы, которое получает каждый игрок, зависит от ранга очков. Ну, окей, 4000. Я уже поржал. Очки гильдии. Суммарные очки, заработанные всеми членами гильдии. 10% очков гильдии будут перечислены в кредиты гильдии. Макс, 25 тысяч кредитов гильдии. Да нахер нам эти кредиты гильдии, господи. Слушайте, блядь, дайте нормальную награду. Мы сегодня посмотрим, да, типа, если там будут, как обычно, давать эти 4000 кулаков, ну, блядь, смех. Значит, не зря я бомбил и херососил их по полной программе. Вот, конечно, вопросы к атаке фартов, да, что там и как изменили. Но если учесть тот факт, что... Если учесть тот факт, что в битве гильдии, как я понимаю, ничего нормально там не изменили с наградами, то и от атаки фартов нам ждать тоже нечего. Чем выше ранг вашей гильдии в дивизии, тем лучше награда. Чем выше мощь, тем лучше награда. Награда необходима за... Ну, вот мощь, блядь, ну, вы что, перевести не можете нормально. Чем выше сила, там, не знаю, вашего, ну, типа... Чем выше у вас сила, тем лучше награда мощь, блядь. Когда мощью силу называется, да, у нас в игре. Награду необходимо забрать до подачи заявки на следующий захват фартов. Нужно обязательно принять участие в событии. Ну, короче, ничего не написано. Очки битвы. На, ладно, что-нибудь там поменяется в сундуках. Ну, посмотрим. Но, в принципе, в принципе, по обновлению это все. Вот. В целом она стандартная. Конечно, с одной стороны, хорошо, что они начали там что-то задумываться по поводу наград. С другой стороны, как мы видим, толку от того, что они там начали менять и вспомнили, что нужно менять эти награды. В локациях нету, потому что они меняют эти награды на какое-то говно, извиняюсь. Древние испытания добавили дополнительные уровни. Это за это респектоз, за это разработчикам спасибо. Но, опять же, непонятная ситуация с наградами. И нахер мне эти камни, если их и так по 15 тысячам. У меня все прокачано на максимум. Тоже непонятно. Вроде они за что-то и берутся. Вроде бы хочется похвалить. А с другой стороны делают через жопу. Вот за что бы ни взялись, все через заднее место. Не знаю, друзья. И я думаю, что надеяться о том, что в Нарсии будут призы давать не только первому месту, кто занял этот замок, я думаю, тоже трудно. Короче, ну хотя бы уменьшили время сезона. На этом все. Я вам пожелаю огромнейшей удачи. Кому понравилось видео, не забудьте поставить свой жирный княжеский лайк. Или худой лайк не суть. Огромнейшее спасибо, кто оформляет спонсорские подписки. Ваша поддержка очень важна. Хотя сейчас их все меньше и меньше и меньше таких ребят остается. Но, тем не менее, большое вам спасибо. Желаю вам огромнейшей удачи. И пока.